Продолжение следует... 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 Постпозитивистской философии науки. То есть вот эти люди, которые двигаются в русле позитивизма, то есть основная идея философии позитивистская, здравствует методология, логика науки прежде всего, но критически относящаяся к наследию логических позитивистов, прежде всего позитивистов Янского кружка. В каком отношении? Помните, друзья мои, три аспекта важнейших вот этой как бы критической рефлексии. Чем постпозитивисты отличаются просто от логических позитивистов? Первое, это проблема науки и контекста, социального прежде всего, да, наука и ее контекст. Взаимовлияние окружающего мира на работу ученых, на процессы формирования научного знания, стандарты понимания, стандарты рациональности, методологию работы и так далее, и так далее. Ну, критерии эффективности, естественно, да, вы понимаете, что кто задает критерии эффективности, тот управляет всем процессом. Как управлять процессом? Да, надо задать систему критериев качества вашей работы. Как только у вас появляется человек, который оценивает вас положительно или отрицательно, он с легкостью вами управляет в нашем мире, да. Вы можете себя считать сколь угодно независимыми, да, но если не вы определяете критерии качества вашей работы и результативности, вы столь же не свободны, как и все остальные. Вот убедитесь в этом на множестве примеров еще в жизни. Поэтому, когда у нас было, знаете, такое мощное движение, оно еще не кончилось за сетевые структуры, сетевое взаимодействие. Такой был лозунг, что вот есть иерархические структуры, а есть сетевые структуры. Вот, и вот иерархические они жесткие и нехорошие, а сетевое взаимодействие, оно такое свободное, свободная деятельность человека в кооперации с другими людьми. Вот, но только забыли одну вещь, да, когда вот провозглашали торжество сетевого взаимодействия, что нормы оценки результатов деятельности сетевых структур, да, задаются иерархическими структурами по-прежнему. А раз задаются нормы оценки результатов, то и определяется доступ к ресурсам этих сетевых структур. И, в общем-то, на самом деле получилось не то и не другое, не сетевой мир и не иерархический, а какой-то сейчас вот промежуточные версии, там, полусетевые, полу иерархические жесткие административные структуры. Такая, такое у нас сейчас в организационном смысле, такой эпоха гибридов различных, гибридизации, да, видите, хотим одного, а получаем что-то, наоборот, промежуточное. Ну вот, значит, помните, что наука в контексте, да, это вопрос, который всячески обсуждают постпозитивисты в самом широком ключе. Значит, второй вопрос, на который они обращают внимание, да, соотношение нормы и, условно говоря, свободы. Нормы и творчества в науке, да, то есть, там, логики и интуиции, логический подход и интуитивный подход, да, то есть, что определяет, да, как пролезть между сциллой и харибной, логики и интуиции. Вот нужна нормативная методологическая часть, но без творчества, без прорывов, без преодоления в определенном смысле норм невозможно. Невозможно двигаться вперед, да, если все время люди будут повторять одно и то же с методологической точки зрения, движения решительного вперед не будет. Ну, вот, ребята, на самом деле, по большому счету, все потуги постпозитивистов, x, y, z, альфа, бета, гамма, они вокруг этой проблемы. Вот это второе, скорее, да, это не особо даже проблематизируется в постпозитивизме, да, то есть, понятно, что есть влияние в ненаучных факторов, там, среды, выбора, критериев, там, и так далее. А вот это норма и свобода, да, что где, что главное, что вторичное, да, как соединить одно и другое, вот это вот то, что все время разделяет постпозитивистов. То есть, есть, как бы, нормотворцы, нормопочитатели, то есть, такие вот жесткие методологи в большем смысле, в большем отношении. А есть интуитивисты, да, которые говорят, что свобода – это самое главное, да, прорывы, нет никакой жесткой методологии, вперед, вперед, как бы, прорвем все условности. Вот. Ну, и третий вопрос, напомню вам, да, это важный момент, да, на самом деле это слабое место всей философии науки прошлого, настоящего и будущего. Слабый момент, очень слабый. Это проблема границ, единица анализа, проблема выделения единицы анализа. Что мы называем единицей теоретического знания? Да, и можем ли мы вообще ее выделить? Вообще, в современной науке можно ли выделить какой-то отдельный фрагмент, который сопостав... А если мы не можем выделить, мы не можем сравнивать, да, мы не можем сопоставлять, понимаете? Тогда о чем мы говорим? О каком анализе? Анализа в строгом смысле слова нет. А что есть? Тогда какой-то поток событий, да, со множеством всевозможных ответвлений, да, одни из них становятся основанием для дальнейшего движения, а какие-то просто останавливаются, понимаете? Но философам науки, понимаете, и это очень хорошо заметно человеку, который активно работает сам, да, когда он начинает читать статьи или книжки философов науки современных, вот такого, постпозитивистского толку. Ему что очень хорошо заметно? Что человеку на другом конце провода нужны результаты. Понимаете? У философов та же самая проблема результативности. Нужен результат в статье. Что вы нашли? Что вы обнаружили? Какую схему вы построили? Вот покажите, за что мы вам платим деньги, да, за что вы получаете грант. Покажите схему. И в результате философы науки вынуждены всеми правдами или неправдами, да, делить, да, структурировать как-то, схематизировать поток событий, которые не схематизируются, не структурируются. Это насилие, причем, как бы, имеющее конкретные, как говорят философы, социальные задачи. То есть показать результат. Что потом будет? Да, будет чего-то, не будет, как бы трава не расти. Ну, так часто получается, да? Вот. Поэтому, смотрите, ребят, вы видите, что вот при таком подходе, когда сами философы науки понимают, что все их структуры, которые они здесь наводят в этом потоке событий, в любой проблеме, они, в общем-то, висят в воздухе, да, тогда в современной философии науки следующий шаг – это, конечно, заниматься в основном контекстом, то есть так называемой социальной философией науки. Да, вот это самое популярное сейчас направление. 80% всех работ по философии науки в западной литературе, в мировой, да, посвящено контексту, влияющему на науку и наоборот. Да, то есть вот эта социальная проблематика. Почему? Потому что она не требует вот такой жесткой схематизации, жесткой фрагментации, понимаемая как проблематичная изначально, невозможная. Либо, ребят, надо настолько глубоко вникнуть в суть научной проблемы, да, и ее исторического движения, настолько глубоко. Ну, даже профессионал может, работающий, не иметь таких постижений, глубины такого постижения. Это что-то такое совершенно особое. Понимаете, ты должен быть профессионалом в этой области, должен очень глубоко понимать историю, чтобы твоя схематизация, да, она была адекватной самому процессу. А как только она станет неадекватной, это очень хорошо заметно. Как только какой-то неадекват, сразу все это замечают. Это сразу, ну, не сразу, но это проявляется обязательно, это обязательно проступает. Тут никого не проведешь, как говорится, да. Сразу видно, что схема выдуманная, схема высосанная из пальца, она искусственная. Понимаете, такая, сякая, здесь это, то, пятое, десятое. Но она, видно, она выдуманная. Вот, поэтому, видите, в общем-то, вот этот постпозитивистский такой вот заход, да, на науку, он сам по себе упирается в некие базовые ограничения, да. То есть, вот обратите на это внимание. Ну, это не должно вас смущать и останавливать, да, потому что экзамен кандидатский все равно нужно сдавать, программу надо выполнять, да. И я вас вовсе не убеждаю в том, что ничего не надо делать и ничего не надо готовить, как раз наоборот. Но вы, как бы, готовя вопросы, да, вы всегда держите перед глазами некие ограничения, да, вот область применения, как мы это всегда с вами и делаем. Любая теория у нас включает в себя вопрос о границах применимости. То есть, не преувеличивайте возможности всех этих схематизаций. Не надо их полностью уничтожать, эти возможности, но и не надо очаровываться слишком. Ну вот, значит, дальше вы помните, у нас с вами схема простая, да, как бы навели свою схему, покритиковали чужие схемы, и тут же навели свою, да. Значит, ну, вполне в духе социальных вопросов. Значит, у нас в вопросе о механизмах роста научного знания, о процессах роста вот этого движения, этого потока, две противоположные позиции. Томас Кун и Карл Поппер, напомню вам, да. Ну, Поппер фигура гораздо более ранняя, чем Кун, да. Кун – это дитя 60-х годов, дитя времени, дитя революционных потрясений, да, огромного всплеска значения, ценности науки в 60-е годы, то есть, какого-то фантастического роста всех результатов в каждой области, как говорится, в каждой науке. Да, как я вам говорил, что то, что в 60-е годы, ну, не каждый день, но каждый месяц происходили открытия в какой-либо из наук, это не преувеличение. Вот сейчас это может казаться преувеличением, но тогда это не было преувеличением. Другое дело, что это был довольно короткий период, да, это не могло длиться слишком долго, да, но это было, понимаете, это было реальностью жизни людей науки 60-х годов. Да, в 70-е годы уже возникла ситуация торможения, да, как бы некоторого замедления роста, да, но вот 60-е годы – это просто колоссальный рост всего и вся, и всяческая, как говорится. Вот, поэтому кун – это дитя времени. Понятно, что всякая революционность, разрывы, да, преодоление прежнего – это дух времени, и кун его хорошо отражает, но вы помните, что Поппер как бы подтормаживает процесс, да, и прежде всего пытается понять, а как же в науке появляются некие традиции, да, базовые традиции, которые никуда не исчезают. То есть знание обязательно остаётся, ценное обязательно фиксируется и передаётся дальше, не отбрасывается, да, и помните, что Поппер вот эту замечательную, по-моему, по-своему, не по-моему, а по-своему идею развивает о том, что все учёные, да, работают, и нам, ну, вот, у Поппер – это как бы Тютчев в философии науки. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. Да, вот эти слова Тютчева, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся – это про Поппера. То есть никто не знает, как наше слово отзовётся. Вот никто не знает заранее. Нельзя назначить великих или невеликих. Да, вот. А в этом весь риск заключается. А как же вы думали, да? Если у Куна бы были очки волшебные, да, надел, посмотрел на лабораторию – ага, здесь будет великая, а здесь не будет великой. Так нет. Эти нет великих очков, которые бы разделилось. Никто не знает, что. Все работают, все двигаются, да, и все рискуют. Все рискуют, да. Наука в этом смысле – это пространство неопределённости изначально. Да, кто приходит с надеждой, что он всё сразу перевернёт, как правило, с чем приходит, с тем и уходит. Да, не испытывая избыточных ожиданий. Да, тогда тебе, наоборот, скорее всего, повезёт. Вот, значит, помните, механизм роста медленный, постепенный за счёт критики, исправления уже существующего содержания, поэтому, да, по Попперу и его принципу фальсификации, не путайте его, этот принцип фальсификации ни с чем другим, да, фальсификации, то есть критике подлежит всё. Мы не можем остановиться, да, и что-то вывести из зоны критики, как бы нам ни казалось это идеальным, да. Всё критикуемо, всё подлежит анализу и суду, всё, что есть, всё. А дальше ситуация покажет, что хорошо, а что не очень хорошо. И вот если мы найдём какое-то новое содержание, да, в этой критике, тогда и будет рост науки. Вот и все дела. Видите? Но вы помните, что Поппер, пометуя о том, что есть прорывные идеи, да, есть прорывные идеи, есть прорывные направления, как изящно решает вопрос появления прорывных идей. Третий мир, третий мир, мир объективного знания, да, ну, мир библиотек по Попперу, который позволяет нам что сделать? Эмпирически, да, в непосредственном опыте соединить разное. Видите? Новое появляется за счёт переорганизации того, что уже есть. Третий мир, мир объективного знания, даёт возможность такой переконфигурирования того, что уже есть. Ну, как один мой философствующий знакомый утверждает, да, ну, это спорный тезис, но тем не менее, да, в культуре всё есть, все идеи, да, что меняется? Меняются условия нашей жизни. И вот новые условия, условия, да, новая ситуация заставляет старые идеи соединять, объединять, конфигурировать, структурировать по-новому. А идеи, элементы интеллектуальной жизни, ну, как бы некие интеллектуальные базовые элементы, да, они уже есть. И смешно надеяться, что вы изобретёте какой-то новый интеллектуальный элемент, новую интеллектуальную структуру, вы их только переструктурируете, переконфигурируете в связи с новыми задачами, с новыми условиями. Вот условия, да, меняются, может быть, даже всё быстрее и быстрее. Объективный мир знания, да, позволяет нам провести такую переконфигурацию, такую переорганизацию уже имеющегося содержания. Вот и всё. И в этом смысле идея Поппера, на мой взгляд, ну, я, по крайней мере, думаю, что в этом есть смысл. В этом смысл есть. По крайней мере, это работает в некоторых отношениях, да, не всегда, но работает. И вот дальше, следующий шаг, вы помните, появляется фигура синтетическая, да, это Имра Локатос, который ближе к Попперу, да, но пытается построить что-то промежуточное, какую-то вот найти золотую середину между концепцией Поппера и концепцией Куна, понимая, что и у того, и у другого есть, ну, чему поучиться, да. И Локатос выдвигает концепцию так называемых исследовательских программ, да, помните, мы её с вами рисовали, то есть поток научных событий, как набор вот таких взаимодействующих, да, друг с другом развивающихся или, наоборот, деградирующих, регрессирующих исследовательских программ. При этом, помните, что, ну, что здесь от Поппера, что от Куна, вот народ тоже путается на экзамене часто, да, простая вещь, значит, сама программа Локатосовская устроена по Куну, приблизительно по Куну, ну, похоже, она, как я говорю, имеет куноподобную структуру, куноподобную структуру, но растёт она, развивается или, наоборот, дегранирует во времени, да, по Попперу, то есть методом вот этой фальсификации, критики, постепенного исправления и так далее. То есть сам механизм роста научной программы, исследовательской программы или, наоборот, его деградацию, он попперовский. Вот, пожалуйста, это просто не забывайте, в голове держите, и всё будет хорошо. Вот, дальше, смотрите, следующий шаг. Мы с вами говорили, что у Поппера есть ещё несколько важных продолжателей, но я упоминал Стивена Тулмина, прежде всего, да, как человека, который выделил особый слой, особый слой понимания процесса познания. Мы не только наращиваем знания, да, но и формируется второй, параллельный, как бы рефлексивный слой понимания того, что и как мы знаем. И вот этот второй слой понимающего разума, разума, который изучает процесс получения знания, он способен стимулировать рост, видите, то есть возникает как бы такая мощная обратная связь между слоем понимания процесса познания и самим процессом познания. То есть, ну, другими словами, Тулмин в своей работе «Человеческое понимание» 1972 года, он что попытался сделать, да, он попытался объяснить процесс ускорения роста науки, роста развития науки. Ведь это как раз 60-е годы, когда всё идёт очень быстро в рост. Вот что стимулирует рост самого научного знания, да, какие помогающие условия, какие есть, ну, как бы ускорители своего рода дополнительные. Вот мы в своё время об ускорителях говорили, да, развитие науки. Вот с точки зрения самого процесса роста есть какие-то внутренние? Да, есть. Это второй слой, слой понимания, который обращён на процесс роста научного знания. Вот фиксируя в этом слое какие-то полезные стандарты познавательной деятельности, полезные процедуры, фиксируя их, да, осваивая их, учёные тем самым помогают себе двигаться в научном, ну, в самом познавательном слое более эффективно, более интенсивно. Вот такая вот идея, как бы, важная, понимаете? То есть этот слой понимания, он помогает всё быстрее двигаться в слое самого познания. Вот. Ну и последний момент, на котором мы остановились, и сейчас немножечко эту ветку ещё раз рассмотрим, это идея так называемой эволюционной эпистемологии. Помните, да? Что Тулмин рассматривает рост научного знания подобно дарвиновскому механизму эволюции, да, то есть есть вот этот вот, как бы, механизм изменчивости, некой мутации, если угодно, которых, то есть вы выдвигаете некую гипотезу, полагаете некое допущение, предположение, да, там, подход какой-то. Вот. Потом он поступает в общее пространство коммуникации научной, он апробируется, он, как бы, начинает участвовать в борьбе за существование, в жизненном состязании. И если эта мутация, это маленькое изменение оказывается выгодным с точки зрения жизнеспособности теории, да, то оно закрепляется. Да, и таким образом теория приобретает новое качество. Но если он не выдерживает вот этого естественного отбора, да, то этот признак, эта изменчивая какая-то характеристика просто отбрасывается, но и остается только в литературе, в истории, в воспоминаниях и так далее, и так далее. Вот. То есть вот такой квазидарвиновский механизм, вот, он полагается Тулмином в качестве некого механизма, объясняющего развитие, эволюционное развитие научного знания. Но я вам говорил, что сама идея эволюционной эпистемологии, она очень многообразна, и в нее входит несколько персонажей ключевых. Ну вот я упомянул Тулмина, но еще одним человеком здесь же является Поппер. Да, Поппер входит в состав тех философов, которые отчасти принадлежат направлению эволюционных эпистемологов, потому что Поппер рассматривает движение знания вот в этом третьем мире, в мире объективного знания, тоже с точки зрения квазидарвиновского механизма. То есть он не утверждает, что человеческие способности развиваются как бы параллельно развитию знания, но он считает, что знание может эволюционировать дарвиновским способом. То есть вот эта идея как бы квазибиологической эволюции Поппером тоже поддерживается. Но отцом эволюционной эпистемологии, вот мы как раз о нем начали говорить, является знаменитый немецкий этолог, зоопсихолог, отец науки о поведении животных Конрад Лоренц. Конрад Лоренц. Значит, история такая, да. Есть одна основополагающая работа 1941 года, выпущенная Лоренцем. Заметьте, в годы нацизма, а он жил в Германии и в то время вполне поддерживал идеи национал-социалистов, кстати говоря, за что ему потом немало досталось, но как бы из песни слова не выкинешь, как говорится. Так вот, Лоренц написал работу под таким названием «Кантовская концепция априори в свете современной биологии». Я буквально воспроизвожу ее название. «Кантовская концепция априори в свете современной биологии». Двигаясь от биологии, да, от эволюционной биологии, да, Лоренц в этой работе ставит следующий вопрос. А сами познавательные способности человека, могут ли они развиваться вместе, скажем, с высшей нервной деятельностью, да, тем же самым эволюционным способом. И вот эти кантовские формы априорные рассудка, то есть некие, ну, загадочные структуры познавательной деятельности, вы помните, что в кантовской модели познавательного процесса эти априорные категории, они есть, они работают, ну, там, например, 12 логических категорий Аристофеля, или априорные формы созерцания чувственного, да, пространства, но непонятно, откуда они берутся. То есть они как бы работают, феноменологический кант показывает, как они воздействуют на чувственный опыт, эти формы рассудка, и в итоге появляются всеобщие необходимые законы природы. Вы помните, что всеобщий необходимый закон в этом смысле становится продуктом воздействия разума человека на чувственный опыт. Вот основная кантовская идея – продукт воздействия человека, да, его априорных форм рассудка на чувственный опыт. Поэтому они и приобретают статус всеобщих и необходимых, да, потому что, как бы, они всегда наши. Видите, вот, ребят, интересный момент, да, возвращаясь к канту в связи с Лоренцем и эволюционными эпистемологами. Ведь, смотрите, до канта как бы все искали вопрос, да, а где, откуда берутся всеобщие необходимые законы? А откуда берутся, откуда берутся, как они появляются? Но основная, как бы, ну, не ошибка, а, как бы, ну, дух времени докантовского в чем заключается? Искать ответ в разных абстрактных сущностях. Там, декартовская субстанция мышления отдельная от природы, да, У спиноза одна, одна субстанция какая-то всеобщая, всеподавляющая. У лейбница, вы помните, бесконечное множество каких-то субстанций разных, монат, да, вот где, где вместилище этих всеобщих и необходимых законов. А кант, он одно маленькое преобразование сделал со всем этим. Вот он смотрел на все это, смотрел, смотрел, говорит, елки зеленые, да. На самом деле источник всеобщих и необходимых законов в самом человеке. Вот, все начинается и заканчивается с конкретного человека. В нем все начала и концы. И он начал рассматривать теорию познания именно с, ну, как бы мы сейчас сказали, с антропологической точки зрения, с антропоцентрической точки зрения. Видите, какая штука? Вот, значит, Лоренц как бы продолжает там, где остановился кант и ставит следующий вопрос, да. А можем ли мы считать, что сами познавательные возможности человека есть результат в определенной степени биологической эволюции человека? Не появляются откуда-то каким-то непонятным образом, а есть определенные приспособительные механизмы, да, адаптации человека к внешней среде, меняющейся. Вот, причем, смотрите, как я вам говорил в прошлый раз, да, это можно рассматривать в двух аспектах, да, как, с одной стороны, вначале эволюцию, ну, там, физиологических структур мозга, которые эволюционируют, да, структуры, там, связи нейронные, нейронные сети, какие-то там разные комплексы, как сейчас делают, да, большие, маленькие, такие, сякие, да, а потом параллельно этому структурно подобной запускается процесс эволюции априорных доопытных форм познавательной деятельности. Он как бы запаздывает этот процесс, видите, но он идет в том же ключе, что и процесс эволюции структур мозга. Значит, смотрите, вот, как бы, процесс эволюции структур мозга, дальше над ним надстраивается с неким запозданием процесс эволюции познавательных способностей, ну, кантовских априори, да, априорных форм рассудка. Ну, а дальше следующий шаг с еще определенным запаздыванием, такая вот, как бы, со сдвигом во времени три процесса, да, это процесс эволюции самого научного знания, уже в этом смысле отчужденного, то есть его можно рассматривать без прямой привязки к конкретному субъекту. Знание в третьем мире поперовском, да, вот три таких эволюционных процесса со сдвигом во времени, да. Ну, вот, собственно, работа, почему она важна, да, Конорда Лоренса, что она, собственно, считается первой в направлении, называемом эволюционной эпистемологии, она породила множество различных версий, да, начиная от радикальных, что все биологически определено, что все определено структурами высшей нервной деятельности или нейрофизиологии, как более слабых вариантов, ну, вот, поперовский вариант, он слабый вариант, да, то есть у него эволюционирует только само знание, да, как бы уже готовые формы эволюционируют, а не познавательные способности человека как такового. Вот, ну, и в конце концов, работа Лоренса активизировала еще один интересный спор в философии науки и около философии науки, и без него, конечно, современную философию науки невозможно себе представить, это спор о природе математики. Вопрос о математике, о том, откуда берутся математические идеи, что такое вообще математика, что есть математика, да, вы помните, что это одна из жгучих проблем философии начала 20 века, да, с конца 19 века, да, когда пытаются извне обосновать, сконструировать или, наоборот, деконструировать само математическое знание, построить метаматематику. Да, вы помните, что в начале 20 века появляются аж 4 разные программы обоснования математики, ну, самые известные и диаметрально противоположные, это логицистская программа Рассела Уайтхеда, да, через логику логического конструирования, и интуитивистская программа Пуанкаре, да, то есть вот интуиция полагания нового, да, знания в математике и так далее. Ну, вот, но эти споры никуда, как бы прямым образом не привели, но продолжались достаточно долгое время, и вот смотрите, в эволюционной эпистемологии снова этот спор разгорается уже в 40-е-60-е годы. Откуда берется математика? Откуда она берется? Это что? Определенное развитие биологической способности человека? Да, математика связана с развитием структур мозга, это одна крайность, вы понимаете, да, один крайний, такой биологизаторский подход, да, результат эволюции мозговой деятельности ведет к появлению математических сущностей, идей, возможности оперировать с абстрактными, либо, например, другая крайность этого спора, математика – это культурный феномен, математические идеи, ну, как бы приходят к нам извне, в каком-то смысле, понимаете, они принадлежат всему сообществу, причем не только в данный конкретный момент времени, а эволюционируют в истории. Математика – это вот такой общекультурный, социальный, культурно-социальный феномен. Вот в этом споре на самом деле есть огромное количество литературы, вы видите, что это два разных полиса, математика – биологический феномен или социальный феномен, социокультурный феномен. Вы, в принципе, ну, исходя из своего опыта собственного, можете к любому примыкать лагерю, да, то есть спектр подходов весьма велик, можно какую-то промежуточную позицию занять. Но до сих пор вот в современной философско-научной литературе этот спор о природе, статусе математических идей, он является одним из таких очень актуальных, да, и вы часто можете встретить указания на эти дискуссии. Начало было положено Лоренцем еще в 1941 году. Все-таки что, откуда приходят математические идеи? Откуда? Вот откуда берутся? Каков их статус в этой связи? Есть ли у них объективный статус? Или это все какие-то, ну, как бы, порождения нашей внутренней работы? Да, то есть, ну, здесь, на самом деле, каждый будет скорее приводить какие-то свои аргументы. Вот, значит, дальше двигаемся с вами. Значит, следующий шаг – это попытка найти что-то промежуточное между Куном и Локатосом. Видите, схема разрастается. Ну, естественно, так всегда бывает. Как только вот начинаются промежуточные версии, возникают промежуточные между промежуточными. Дальше люди не тратят время впустую, а пытаются как бы соединить разное в своем представлении. Значит, Ларри Лауден, я уже упоминал вам его имя, это современный, ну, он уже достаточно пожилой человек, он 41-го года рождения, но он и не здравствующий. То есть, это живой человек, не история, в отличие, там, от Поппера или Куна, да, это живой, здравствующий американский философ науки. Значит, он чем известен? Двумя вещами, сразу скажу, да, почему его концепция представляет некий интерес. Во-первых, он попытался преодолеть, да, как ему казалось, однобокость позиции Локатоса и однобокость, ну, как бы такую, однополярность концепции Куна. И, в частности, говорит о том, что никаких, ну, его известная идея, что надо мыслить, видите, опять, отродясь не было, и вот опять, как у нашего премьера покойного, да. Значит, смотрите, опять единица анализа. Значит, нет никаких исследовательских отдельных программ по мысли Лаудена, а есть так называемые исследовательские традиции. Вот у него концепция исследовательских традиций. Ну, например, дарвинизм в биологии, исследовательская традиция, да, которая включает в себя все возможные программы. То есть, видите, Лауден как бы идет по пути расширения рамки, да, или квантовая теория, да, исследовательская традиция. Наука – это система исследовательских традиций. Или, например, электромагнитная теория в духе Фарадея Макшева в 19-м веке, электромагнитизм полевой, да, это исследовательство, ну, близкодействие, это исследовательская традиция. Вот, поэтому программ множества, видите, рамка исследовательской традиции позволяет, как бы объяснить естественное взаимодействие. Да, программы возможны. Он не отвергает локатовские, локатовские исследовательские программы, да, а он считает, что в рамках исследовательской традиции программы могут свободно обмениваться информацией, да, свободно взаимодействовать. То есть, он предполагает, что вот нет этого жесткого разделения программ на отдельные субстраты, да, вот одна программа, другая. Исследовательская традиция, эта рамка позволяет свободно обмениваться полезной информацией или вредной информацией между программами. Вот. Но еще одна штука важная у Лаудена, ну, собственно, ради чего я его в свой перечень важных людей включил, да, само по себе меня не особенно волнуют там эти единицы анализа, исследовательские там традиции. По моему мнению глубочайшему, это все малопригодно. Хоть программы, хоть традиции, хоть парадигмы, вот. Ну, я в этом, как бы, человек ворчливый, и не скажу, что я признаю одного попера, но что-то поперианское в моем понимании науки есть. Да, я этих всех друзей не очень, честно говоря, жалую, потому что это все какая-то школьная система знания, да, то есть, ну, вот давайте там еще что-нибудь придумаем, еще что-то. Вот мне больше нравится, откровенно скажу вам, поперовская модель. Вот все, все трудятся, все что-то делают. Чего сделают, непонятно. Поэтому нельзя отрубить все, да, полезное оставить, а неполезное выбросить. Вот приходится всех терпеть. Вот я в этом смысле, ну, как человек, которого, как бы, в свое время тоже какие-то обстоятельства преследовали, да, я понимаю, что нельзя, приходится всех терпеть. Вот попер, он как бы призывает, на самом деле, мысль одна простая, всех надо терпеть, вот в науке. И хороших, и плохих, и правильных, и неправильных. Всех приходится терпеть. Вот наука – это такая вот терпимость ко всяким прерывлениям, понимаете? Иначе ничего не будет. Вот хотите чего-то получить, приходится всех терпеть. Вот и все. Вот и вся наука, как говорится о науке. Всех терпите, ко всем хорошо относитесь. Да? Вот доброжелательность, да, а доброжелательность, она откуда происходит? От того, что человек сомневается в ком? В себе. Если ты в себе сомневаешься, ты видишь свои границы. Ты себя критикуешь тем самым, да? Видите, поперовский принцип-то в чем? Прежде всего, критику начни с себя. Не с ближнего своего, а с себя самого. Если ты начал с себя критику, ты видишь свои границы, свои ограничения. А если видишь свои границы, ты доброжелателен к своему ближнему. Вот и все. Видите как? Поэтому сомнение в себе – это причина доброжелательности, основание. Если мы сомневаемся, значит, мы по-доброму друг к другу будем относиться. А если будем считать себя бесспорными, да, то есть, что значит бесспорный человек, значит, его границы на бесконечность уходят. В этом мире уже нет места другому. Другое автоматически воспринимается, как нечто враждебное, иное, что надо либо включить в себя, да, либо разрушить. Видите? А если вы границы свои видите, тогда вы к другому можете обратиться по-человечески. Вот и все. Поэтому, ребят, вот я-то уже, как бы вы понимаете, не первый год выступаю с лекциями по философии и науке, в том числе и перед аспирантами. И дальше, чем больше, тем дальше, чем дальше, тем больше. Я как бы к поперовской идее склоняюсь. Это все хорошо. Там X, Y, Z, Лауден и так далее. Прочие люди, их миллион, да, а вот какого-то разумного основания человеческого все меньше и меньше. И по неволе возвращаешься старику поперу, старику, который многое видел, да, еще во времена логических позитивистов. Вот так. Но, тем не менее, да, нам, опять же, у нас есть программа, у нас есть нормативные вещи, да, и полнота картины, конечно. Значит, у Лаудена есть одна интересная вещь, да, вот еще раз повторяю, мне эти исследовательские традиции не очень-то интересны, потому что это просто варианты разные, единицы анализа. Одна другого не слаще, как говорится. Вот. Но у него есть какая интересная идея, что как бы в традиции... Есть иерархическая модель понимания, традиционная, да, в которой процесс постижения или процесс познания строится, повал, традиционная, иерархическая. Следующим образом, есть цели, да, они же некие ценности. То есть, что мы хотим, что для нас важно, что мы хотим познать, да, то есть, как бы некое целеполагание, ну, имеющее ценностную окраску, безусловно, в науке. Потому что, понимаете, да, ребята, если цели отделены... Вот тоже важный момент. Смотрите, так вот между делом, а мысль-то важная, потому что, если цели нашего исследовательского действия не окрашены ценностным образом для нас, то есть для нас это не важно, мы что-то делаем, но мы не имеем к этому никакого непосредственного отношения, да, то это конец. Так не получится. В исследовательской работе, настоящей, глубокой, это нельзя делать. Если ты познаешь то, что тебе неинтересно, занимаешься, это закончится. Понимаете? Вот есть такая известная фишка, что, да, нам как бы убеждают, что не важно, что исследовать, важно, чтобы были ресурсы. Интересно нам это или неинтересно, это не имеет значения. Вот, но это нельзя делать. Вот, понимаете, дорогие мои, это конец. Понимаете? То есть это долго не продлится. То есть вы обязательно уйдете из этой сферы. То есть заниматься исследованиями ради денег нельзя. Нельзя. Это нельзя делать. Вот без денег тоже нельзя, да, вроде бы. Но ради денег это делать, вне зависимости от того, интересно тебе или нет, да, нельзя. Это кончится. Тема обязательно уйдет. И вы уйдете из науки и будете заниматься бизнесом, еще чем-то. Пожалуйста, это прекрасные занятия, никто не говорит ничего плохого об этом. Да, но это просто не научная работа. Если мы сейчас о научной работе, то нельзя заниматься ей ради денег. Вот и все. Вот поверьте моему большому опыту, позволю себе его, как бы, здесь объективировать, да. Все в моей жизни, кто начинал работать без интереса личного, быстро закончили. Никто не удержался. Вот, поэтому в этом смысле Лауден прав. Хотя это может показаться смешением целей и ценностей. Это разные, вроде бы, слои. Правильно. Но только не в этой работе. Цели и ценности, конечно, это не одно и то же вообще в повседневной жизни. Но здесь это схожие вещи в исследовании. Значит, итак, слой целей, ценностей, ценностно окрашенных целей, да, дальше он говорит, в иерархическом, мы спускаемся, как бы, это верхний этаж. Так, слой методов, методология, вот та самая, да, то есть, как бы, нормативная структура деятельности. И дальше следующий слой, это получение фактического знания, то есть, результата. Ну, он называет это фактами. Факты. Вот иерархическая модель понимания, базовая, да, исходная. Цели, ценности, методология, факты, то есть, конкретные знания. Но, говорит Лауда, на самом деле, в реальности, и наука 20 века это наглядно показала, да, вот эта иерархическая модель, она существует только в теории. В практике, эта модель сетевая, то есть, вот такая круговая, она не совсем сетевая, она как бы, как называется, рециркуляция, да, рециркуляционная модель. То есть, каждый отдельный элемент, да, связан со всеми остальными. То есть, смотрите, фактическое, знаете, то есть, результаты, естественно, начинают непосредственно влиять на ценности и цели, да, снова меняют методологию, появляются новые результаты, они снова меняют цели, тиреоценности. То есть, на самом деле, вот эта схема, она не вот такая, она вот такая, да, вот ее элементы. Видите, какая штука? И в конечном счете у нас появляется с вами некий набор вот таких спиралей, да, разворачивающихся. То есть, каждый новый уровень задает новые, может быть, цели, да, новые методы, новые результаты, потом снова новые цели, но они порождают какую-то другую ценностную структуру, потом новая методология, новые факты и так далее. То есть, вот это, как у Лаудена, это называется, в отличие от иерархической, сетчатая, сетчатая, видите, вот такая сетчатая структура понимания, ретикулейтед, да, то есть, не сетевая, есть такой неправильный перевод, не сетевая, а именно сетчатая модель понимания, то есть, разворачивание вот таких вот кругов на плоскости, где все элементы взаимосвязаны, то есть, нет однозначного прохода от целей к фактам. Факты влияют снова на цель. Ну, и, на мой взгляд, вот эта сетчатая модель понимания, она так может казаться, может быть, несколько искусственной, но, в принципе, если вы ее соотнесете с некоторыми своими действиями, да, вы увидите, что в ней есть разумное начало, есть разумное начало. Ну, вот, значит, это у нас вот друг Лауден, есть такой персонаж, да, в нашем списке. Ну, и еще одна фигура, последняя, наверное, из постпозитивистов. Я ее, честно говоря, в какой-то момент даже подумал, может быть, без него можно обойтись, я имею в виду, без Пола Фейрабенда знаменитого, да, но, видите, как, не обойдешься в этой структуре. Значит, смотрите, появляется еще в 70-е годы, смотрите, вот по отношению к этим трем деятелям, видите, Кун, Поппер, Лакатас, ну, четвертый человек, я вам в свое время обещал, четвертого человека, это не Лауден и не Тунн, они более такие, как бы, связанные с этими традициями, да, а появляется человек обязательно, четвертый по счету, четвертый человек, это какой? Который не хочет оказаться в плоскости этих размышлений. То есть он справедливо полагает, что это, это, это синтез, да, золотая середина, но и золотая середина принадлежит пространству тому же самого, понимаете? Мы остаемся с вами вот в этой плоскости. А надо что? Прорваться в следующее измерение. Надо выйти в сторону, надо выйти за пределы этой ситуации, за пределы доски. Поэтому четвертый человек, ну, если он четвертый человек, да, не новый третий, три со штрихом, да, вот Лауден и Тулмен, да, при всем к нему уважении, там это три штрих, три два штриха. То есть они все равно в этой плоскости вращаются, да, ну, переставим какие-то кусочки одного к одному, другого к другому, а нужно какое-то радикальное, радикальное обновление. Так ведь, правильно? То есть нужна новая ситуация, новую ситуацию надо создать. Какую-то, может быть, даже взрывную. Взрывную. Вот. Ну и вот таким вот взрывателем философии науки в постпозитивизме в 70-е годы, довольно давно все это было, конечно, видите, история с тех пор не очень далеко продвинулась. Вызвался быть полфейрабенд. Полфейрабенд. Фейрабенд. Да, вообще говоря, немецкий, австрийский человек, да, это немецкий человек, это не англичанин, не американец, необычной судьбы, в свое время воевавший даже в годы войны на Восточном фронте, получивший несколько ранений в боях с Красной Армией, попавший в плен, да, но еще в довольно молодом возрасте, конечно, ему там было всего 20 с небольшим лет, поэтому он мог эти все испытания в таком возрасте вынести, вот, вернуться из плена в Германию, а потом уехал в Соединенные Штаты после этого, ну и превратился из Пауля-фейрабенда в полуфейрабенда, да, и стал таким вот возмутителем спокойствия в философии науки 60-х, 70-х годов. Сейчас, конечно, ребят, в принципе, мы читаем Фейрабенда или какие-то его работы, или его идеи, мы не очень понимаем, а что здесь такого уж замечательного. Вот я поэтому, даже когда составлял этот список, да, базовый перечень, я подумал, ну, не устранить ли отсюда фейрабенда, нужен ли он нам вообще, говоря, или не нужен. Вот, я так, честно говоря, до конца и не решил, да, в чем его ценность, как бы эвристическая какая-то, потому что, ну, с течением времени начинаешь вот действительно искать какие-то более серьезные, прорывные вещи, не находишь их, расстраиваешься, да, но и теряешь терпение. Вот, я буквально несколько слов о нем скажу, потому что, ну, вот, без фейрабенда нет свободы мысли, но свободы мысли, понимаешь, мы сейчас все свободы, у нас этой свободы мысли полно, на самом деле, да, в том смысле, что в эпоху интернета, да, фейрабенд – это философ до эпохи интернета, до эпохи современной информационной среды. Поэтому в эту эпоху, доинтернетовскую, условно говоря, да, под интернетом я понимаю, ну, не только сам, саму компьютерную технологию, да, но и все, что ее окружает, соответствующие типы коммуникации, да, типы дискурса, способов оценивания, способов критериального выбора, да, это же тянет за собой очень мощные изменения всех интеллектуальных оснований. Ну, вот фейрабенд – это, наверное, последний возмутитель спокойствия до интернетовской эпохи. Его самая знаменитая книга «Против метода», да, которая произвела фурор, вышла в 1975 году. Да, потом были еще две работы – это «Наука в свободном обществе» и «Прощай разум». Вот знаменитая трилогия фейрабенда, да, «Против метода» – это первая книга, да, самая известная, 1975 год, да, «Наука в свободном обществе» и «Прощай разум». Ну, или «Прощай» как бы переводят как «Прощай разум» или «Прощай благоразумие». «Прощай благоразумие». То есть разум как, как бы, надежное предприятие, да, не то, что без разума можно обойтись совсем, да, но вот разум как критерий надежности, да, что ты всегда, пользуясь разумом, благоразумен, потому что ты всегда придешь к правильному решению. Вот, вот это усомневается фейрабенда. Значит, основная идея эпистемологического или гносиологического анархизма, эпистемологического анархизма, фейрабен как главный анархист, смысл следующий, друзья мои, да, что следование, ну вот, я бы так, да, если бы меня спросили, в чем идея фейрабенда заключается, я бы ответил следующим образом, буквально там, ну, почти в одном предложении, что любое следование конкретной методологии, да, обязательно приходит к границам этой методологии. Эти границы определяют границы дальнейшего движения нашего знания. Чтобы двинуться дальше, нужно преодолеть предшествующую, сложившуюся методологию. И в этом нет ничего плохого. И в этом, кстати, нет ничего, ну, как бы экстравагантного. Это происходило всегда. Нет одного научного метода. Есть множество вариантов научного метода. Вот, и пользоваться каждым вариантом нужно в зависимости от ситуации. В зависимости от обстоятельств. Чем ты занимаешься? Какая перед тобой встает проблема? В этом смысле, с методологической точки зрения, по мысли фейрабенда, все дозволено. Понимаете? С методологической точки зрения все дозволено. Важно, чтобы были результаты. Есть результаты, значит, оправдан соответствующий методологический выбор. Нет результатов. Никакая методология, самая замечательная, обоснованная 1058 раз, вам не поможет. Вот. В этом смысле, ну, как бы, вы понимаете, друзья мои, да, фейрабен как бы вот в этой проблеме норма свобода, да, там, или логика интуиция, он перебарщивает. Ну, то есть, понятно, что это некое, ну, как бы, уклонение в эту сторону. То есть, он пытается максимально проблематизировать любую нормативную конструкцию, да, любую нормативную составляющую. Вот. И в этом смысле для него вот «Наука в свободном обществе», вторая книжка его, да, она как раз о том, что если буквально следовать этой идее, то сама наука со всей совокупностью ее методологии внутренних, она становится одним из важных источников нормы в нашем обществе, в цивилизации, да, но одним из. То есть, фейрабен категорически выстает против наукоцентризма или сциентизма безграничного, который был характерен действительно для западного, и не только для западного, но и для советского общества в 60-е и 70-е годы, да, когда наука становится критерием оценки всего, чего угодно, лежащего за ее пределами. Вот где ограничение основ. «Наука по мысли фейрабенда не может быть единственным критерием всего того, что лежит за ее пределами». То есть, оценки любого общественного явления, любого культурного явления. На самом деле, замечание довольно сложное и тонкое. Понимаете, да, для нашего мышления действительно наукоцентричного. Смотрите, как бы мы не пытались себя сами ограничивать, все равно, смотрите, мы ищем в оценке любого другого, ну, какого-то действия, явления, там, культурного, социального, политического, мы ищем автоматически, инстинктивно научный подход. Научный подход, как бы, это последний критерий. То есть, есть какие-то другие, но вот если брать предельный критерий, это наука. То есть, наука в нашем сознании, это интеллектуальная привычка, от которой, ну, почти невозможно избавиться, она источник, ну, как бы, предельной антологии. То есть, видите, предельного понимания мира. Все остальные антологии, все остальные описания лишь части, да, этой предельной, базовой антологии, фундаментальной антологии, да, учения о мировоззрении, учения о существующем, о том, что может существовать или не может существовать. Любая другая антология имеет частный характер. То есть, она получает свое право существования только в связи и на основании вот этой базовой, фундаментальной, предельной антологии. Кстати, между прочим, рядом с фейераментом появились попытки, ну, например, среди тех людей, которые занимались философией образования, образовательными проблемами, педагогикой попытались ответить на вопрос, откуда эта привычка берется, откуда берется этот наукоцентризм. И даже не просто наукоцентризм, а монометодологизм. Монометодологизм. То есть, представление о единственности правильного научного, о единичности, подлинной научной методологии. Откуда берется эта привычка, да, у нас? Ну, она заложена школой. Вся школьная традиция, ну, там, со времен 17 века, это правда, она становится наукоцентричной. Наша школа – это наукоцентричная история, да, организация. То есть, все вокруг наук выстраивания, изучение наук. Изучение наук. На самом деле это, ну, не то, что спорно, да, а это просто, ну, предмет определенного размышления. Да, то есть, надо пытаться разобраться, а где границы этого подхода. Видите, всегда надо, ну, на мой взгляд, по крайней мере, работа мыслящего человека в усмотрении границ любого хорошего дела. Каким бы хорошим ни было наше занятие, надо видеть его границы, его ограничения. Вот в этом смысле и у этого подхода, у наукоцентричного школьного подхода, школьного воспитания, образования, тоже есть какие-то границы. Вот. Ну вот, собственно, Александр заметил, что без Вейрабинда нет свободы мысли и выхода из плоскости, но вы видите, что здесь прыжок-то есть куда-то в сторону, да, вот как бы из этой плоскости. Как бы, а ну вас всех, да, с вашими универсальными методами. Но на самом деле Вейрабинд же, в общем-то, не настолько радикален, как кажется. Он казался радикалом в 70-е годы, да, его сразу же, ну, вы понимаете, как только вышла книжка против метода, да, against method, тут же на него посыпались все обвинения в мракобесии, в том, что он сделал всякие магические практики шаманов столь же значимыми, как и занятия естествознанием, научными методами, да, что все у него одно и то же, и вопрос только в эффективности, полезности. Вот. Но, в принципе, если мы посмотрим на, как бы, на сами тексты ферабиндовские, да, сейчас особенно, когда у нас куча всего с вами, чего только нет, да, мы уже все видим, да, все варианты, какие хотите. Да, это все-таки 70-е, 80-е годы, когда люди были очень скованы в каких-то своих ценностных основаниях. Поэтому ферабинд выглядел столь радикальным, да, непонятным, ему вообще там закрыли доступ, естественно, в университетские кампусы, связанные с философией, он переключился на искусствоведение. Ну, да, вы правильно говорите, я, в принципе, о том же самом веду разговор, что это, он не был каким-то врагом, антисцентистом, врагом науки, он хотел просто среду расшевелить, понимаете, да. Но это на фоне скованности 70-х годов, 80-х он выглядел радикальным, да, и как бы неприятным, возбуждающим и отторгнутым. Занялся искусством, наук, искусством, там, кинематографом и так далее. Другими вопросами. Такой был человек, как бы, оркестр, человек оркестров и равен, как человек оркестров. Вот. Но это, еще раз повторяю, в принципе, сейчас, если вы откроете против метода или науку в свободном обществе, ну, вы для себя, может быть, даже ничего особого и не найдете там. Понимаете? Потому что, почему? Потому что сейчас, ну, в общем-то, все настолько погружены в свои локальные пространства, да, вот эти топосы, их так много, они живут сложной жизнью, и их у каждого свой окопчик, как бы маленький, да, что люди просто не видят смысла даже обращать внимание на какие-то другие окопчики рядом с собой, да, не то, что, там, строить стратегии развития науки и так далее, критика, методы, да. Ну, вот, что, чему научили, да, то и знаем, в общем-то, по большому счету. Фейраббент, не фейраббент. Вот, так что вот так, друзья мои, о фейраббенте много не скажешь, такого вот, чтобы можно было раз, два, три, да, как говорится, три-четыре тезиса положить. Это скорее некая такая медитативная практика по поводу научного метода, невозможности развиваться, следуя одному варианту научного метода, необходимости преодоления границ. Ну, вот, что-то вроде этого, друзья мои. Вот, последний, все-таки, человек, я о нем скажу два слова, я его упоминал в своем списке уже. И вот к нему я как раз отношусь, сегодня такой день у нас личных отношений, но я уже начал это обсуждать в прошлый раз в таком несколько приобщенном смысле, да, то есть не абстрактно, не оплеченно, все хороши, все хорошо, все здорово, да, все прекрасно, все одинаково мне интересны. Нет, не одинаково они мне все интересны. Вот, кто интересен, про тех я и говорю, что интересно. Вот это Майкл Поллани, конечно, да, венгерский физико-химик, ну, настоящая фамилия Михай Палачик, да, вот превратился он в момент крещения в Майкла Поллани из такой известной венгерской еврейской семьи происходило. Ну, Венгрия в промежутке между двумя мировыми войнами дала целую плеяду интеллектуалов, замечательных ученых, да, в разных областях. Ну, вот, так сказать, такой был всплеск венгерского интеллектуального, как бы, такого движения, да, в разных областях. Вот, но в массе своей эти люди либо после Первой мировой войны, либо после Второй, они все разъезжались в разные страны, вот, кто где оказывался в итоге. Вот, ну, вот Поллани, Майкл Поллани, давайте мы его здесь запишем с вами, физико-химик, да, известны его работы в области химической кинетики, скорости химических реакций, там он ввел несколько важных правил. Сын его стал лауреатом Нобелевской премии по химии, если не ошибаюсь, в 74-м или 75-м году, но это можно проверить легко. И еще один его ученик, ученик Поллани, стал тоже лауреатом Нобелевской премии только по физике. Это Юджин Вигнер. Юджин Вигнер. Ну, а Вигнер еще известен среди философов науки своей знаменитой статьей о непостижимой эффективности математики в естественных науках. Вот там проблема математики, ее статуса, да, по отношению к естествознанию у Вигнера в таком серьезном ключе обсуждается. Вот Вигнер и младший Поллани, это вот Нобелевские лауреаты. Ну, то есть, Поллани человек был серьезный, вот, но он издавна, издревле, с юных лет интересовался философией, философскими разными вопросами науки, вот, ну, а если в человеке, даже в очень серьезном естествоиспытателе сидит вот этот интерес к философии, внутренней, да, он в конце концов побеждает. Даже, может быть, во второй половине жизни уже ближе к концу. Вот это произошло с Людвигом Флеком, о котором мы говорили с вами, да, о одном из тех людей, которые стали вдохновителями Тома Сукуна, да, Флек как бы сместился от микробиологии, от биологии к философии науки в конце жизни. Ну, вот, нечто подобное произошло и с Майклом Полони. Да, он от науки непосредственно сместились его интересы в сторону философии науки. Вот, самая известная его работа 58-го года книжка под названием «Личностное знание». Личностное знание. И, собственно, концепция Полони так и называется. Концепция личностного знания. Она очень простая. Как у всякого человека конкретного, да, с большими собственными достижениями, то есть, хлебнувшего всего этого дела, ну, из первых рук, из первых уст, у него идеи довольно простые, касающиеся процесса, роста, развития научного модели. Ну, там нет никакой модели. Там, собственно, одна простая предметная идея из практики выведенная. То есть, как бы, рефлексия собственной деятельности, да, что очень многое в научной методологии, если не всё передаётся непосредственным, не опосредованным, а личностным образом от человека к человеку в конкретной лаборатории, в решении конкретной задачи, когда вы встречаете со своим учителем. То есть, как раз в том, смотрите, ребят, парадокс Полони, в чём заключается, а он довольно тонкий, заметьте, как раз в том, в чём мы ищем наиболее рафинированную, логически выверенную форму, смотрите, метод, методология, да, мы всё время рассуждаем о методе, как о наборе определённых логически выверенных процедур, да, операций, тонко связанных, да, ну, со времён логических позитивистов, тонкая методология. А Полони говорит, чем тоньше, да, сама эта методология, тем невербальнее, да, нелогичнее, интуитивнее является по форме процесс её трансляции. Видите, какая симметрия интересная. Да, сама процедура строгая и последовательная, но процесс её передачи очень многое в себе содержит, ну, буквально, невербальных элементов. То есть, элементов непосредственного опыта, да, делай, как я, делай, как я. То есть, как, ну, то есть, как один автор, да, говорил, что есть то, что можно, о чём можно рассказать, есть то, что можно только показать, а есть вещи, которые можно прожить только самому по себе, да, ты можешь прожить только сам. Вот в науке есть то, о чём можно рассказать, есть то, что можно только показать, делай как я, ну а есть вещи какие-то глубоко личностные, которые человек может прожить только сам. Ну, может быть, это вопрос ценностей и целей, да, вот ценностные вещи, их можно, их нельзя, наверное, передать, не рассказав о них, даже не показав человеку, делай как я, да, цени что-то, как я. Ну, как вы передадите ценностные свои основания? Никак, они либо есть, вы их сами переживаете для себя, либо их нет, да, их не заучишь из книжки, из учебника какого-то, вот. Поэтому, видите, вот такая вот интересная парадоксальная вещь открывается Полоний, и Полоний в этом смысле, он не выстраивает никакой теории науки. Видите, здесь нет никаких подробностей, да, каких-то, какого-то детального анализа, это, 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 это. Нет, да, чем сложнее и тоньше процедура, тем как бы интуитивно неопределеннее процесс ее передачи, чем таинственнее, вот я бы так сказал, ребят, тем таинственнее процесс ее передачи. Как он происходит? Вот есть ученик, да, есть. Вот получил, один получил, а другой ничего не получил, ничего не увидел, ничего не схватил. Два одинаково талантливых человека, да, два одинаковых, да, даже невозможно одного предпочесть другому. Вот один схватил, а другой не схватил. Вот это и называется по Полоне личностным знанием, да, вот это методологическое знание, которое передается непосредственным образом. Вот такая идея. В общем-то, ну, если вы работаете в лаборатории, в небольшом особенно коллективе, где действительно все друг друга хорошо знают, да, и есть свои проблемы в отношениях, и наоборот какие-то позитивные вещи, в общем-то, мне кажется, что концепция, скажем так, условно, концепт Полоне имеет право на существование. Ну вот, друзья мои, все, я закончил список Скворчевского, имеется в виду список постпозитивистов, философов науки вот этого класса, да, этого, этой плоскости. Вот, значит, что у нас остается, видите, уже надо заканчивать, у нас остается, остаются с вами феноменологи и постмодернисты. Ну, это, еще раз повторяю, как бы такой вопрос спорный, понятное дело, если это некий нормативный материал программный, да, и перечень, список, да, то с феноменологами и постмодернистами дело, конечно, более сложное. Да, здесь я попытаюсь просто какие-то элементы этих подходов использовать, да, не претендуя отнюдь на адекватное воспроизведение идей философской феноменологии или постмодернизма. Ну, об этом мы уже в следующий раз с вами поговорим.